МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний эфир на телеканалах Беларусь-1 и Беларусь-24 продолжает программа Зона Икс. Я Юрий Шевчук, здравствуйте. Крупная партия мефедрона перехвачена оперативниками наркоконтроля в Витебске. Курьер также задержан. 27-летний житель Могилевской области. Работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Он получал у куратора крупные партии, товара делил их на мелкие части и распространял через тайники с закладками. На этот раз фигуран должен был оборудовать тайники с мефедроном или, как его еще называют сами, наркодилеры Мяу. В Витебске и его пригороде. Но не случилось. В его планы вмешались местные бойцы наркоконтроля. Установлено, что младший из задержанных нашел предложение криминальной подработки в соцсети. И предложил поучаствовать знакомым. Они успели проработать два дня. Часть денег перевели нанимателю. Однако более 100 тысяч рублей в эквиваленте милиционеры изъяли и вернули законным владельцам. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Владимир Королев подготовил обзор криминальных и чрезвычайных происшествий. Он продолжит выпуск. В порыве ярости поджег дом. Следователи Шклова возбудили уголовное дело в отношении пенсионера, из-за которого пострадала супруга. Нетрезвый мужчина требовал от жены денег на выпивку. Но, получив отказ, облил ковер бензином, где неподалеку на кровати лежала женщина и поджег. Происходящее заметил таксист, который проезжал мимо. Он и вызвал пожарную скорую, сейчас пострадавшая в больнице. Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар, а скорая госпитализировала пострадавшую в больницу. Установлено, что дом принадлежит внуку пожилых супругов. Шкловским районным отделом Следственного комитета в отношении 66-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное общеопасным способом. В Минске задержан водитель Тойоты, который совершил аварию на МКАД, а затем скрылся. ДТП произошло в ночь на четверг в районе Логойского тракта. Во время движения Тойота потеряла управление и столкнулась с ИВЕКа, вытолкнув микроавтобус дороги. Скатившись, ИВЕКа врезался в опору мойки самообслуживания. Шофера микроавтобуса госпитализировали. Вскоре задержали и водителя Тойоты, который уехал с места аварии. В отношении него возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжких повреждений. Эти кадры из Бобруйска. Поздно вечером 41-летний владелец Ситроен решил обучить вождению знакомую. В момент аварии оба были пьяны. Поездка не продлилась и двух минут, водитель не справилась с управлением. Выехала за пределы дороги и столкнулась с припаркованными авто. А свидетельствование показало у женщины свыше двух промилле алкоголя. Пострадавших нет, обоим грозит штраф. Школьник застрял в грязи. Такое сообщение получили столичные спасатели. Минувшим вечером на улице Надеждинская 10-летний мальчик попал в грязевую ловушку. Прогуливаясь после уроков, подросток увяз по пояс и не смог выбраться самостоятельно. Очевидцы позвонили в службу 101. Взрыв в Витебске. Там специалисты спасательного отряда «Витязь» сносили неэксплуатируемую насосную станцию. Демонтаж производили в два этапа. В январе подорвали нижний уровень 9-метрового здания, а накануне взрывотехники снесли оставшуюся часть, заложив 18 килограммов взрывчатки. Это был проект «Зона Х». Наши новости есть на ютуб-канале проекта и в инстаграме. Оставайтесь с нами на «Беларусь-один», ведь сегодня вечером подведем итоги недели с Виолетой Соколович. Хорошего дня!